Конец года, время подведения итогов и раскрытия планов на будущее. Какое? Естественно, электрическое. Ведь эпидемия эпидемии, а новые электромобили должны выходить по расписанию. И своим графиком батарейных премьер поделился Мерседес. Печальные новости прилетели с Дальнего Востока. Китайский Лифан, похоже, закрылся навсегда. А корейский Сангьонг пока еще защищается от кредиторов заявлением о банкротстве. Тем временем в России разработкой беспилотных машин неожиданно занялся Сбер, который теперь уже не очень банк, а IT-гигант. А грузовой КамАЗ через три года собирается запустить в серию электрическую легковушку. И только корейская Хёнде пообещала нам в 2021 году не только электрический мобиль, но и следующее поколение народной креты. Жить по плану скучно, но правильно. Поэтому марка Мерседес-Бенц решила успокоить европейскую и китайскую публику, которая очень ждет новые батарейные модели, опубликовав подробный план по выходу свежих электромобилей. Так уже 20 января премьеру справит компактный кроссовер EQA, то есть вольт-амперная разновидность модели GLA. А чуточку позже дебют отпразднует модель EQB, построенная, в свою очередь, из паркетника GLB. Хотя самой любопытной новинкой мы, пожалуй, назначим флагманский EQS. Ведь электрическая эска получит оригинальный купеобразный кузов, а в ее основе лежит специально созданная аккумуляторная платформа. Сразу после флагмана во второй половине следующего года появится более скромный седан EQE. И, наконец, финальной точкой этой эпопеи заявлены кроссоверы, которые пока носят условные названия EQE SUV и EQS SUV. Между прочим, грандам мирового автопрома надо торопиться осваивать Ниву электрической мобильности. Иначе их обгонят новички, которые появляются один за другим. Один из таких – американская Альфа-Мотор из Калифорнии. Компания, созданная финансистом Майклом Адамом Смитом, уже выкатила первую новинку – двухместный купеобразный кросс-седан ACE Coupé. Притом заднеприводная двухдверка построена на некой модульной платформе. Других подробностей, кроме громких манифестов, кот наплакал, а значит, стартап может оказаться как внезапным прорывом, так и финансовой пирамидой, коих на почве зеленых технологий расплодилось превеликое множество. В отличие от электромобильных стартапов, которые появляются и исчезают каждый месяц, список хорошо знакомых марок вроде бы оставался прежним. Однако уходящий год все же прибрал парочку известных брендов. Первой обрушилась империя 82-летнего Инминьшани. В Китае созданная им марка Лифан была почти неизвестна, считаясь третьим эшелоном местного автопрома. В России же Лифаны продавались очень даже неплохо. Сначала главным хитом были доступные седанчики Солана, технически повторявшие Toyota Corolla удачной 120-й серии. Затем титул бестселлера перехватил кроссовер X60, который, вопреки посредственному качеству, уверенно находил новых владельцев благодаря доступной цене. У нас предлагались машины локальной сборки. Производством Лифанов занимался черкесский завод Derways. В прошлом году он остановился из-за долгов, после чего российскому офису пришлось импортировать машины из Поднебесной. Разумеется, это заставило повысить цены, что негативно отразилось на популярности. Впрочем, даже отменные продажи на российском рынке не спасли бы идущего на всех парусах, как переводится название бренда, от краха. Чтобы был понятен масштаб бедствия, приведем несколько фактов. Этой осенью компания получила от кредиторов полтысячи требований на сумму по 200 миллионов долларов, плюс 160 гражданских и арбитражных исков на 150 миллионов. Сейчас Лифан объявлен банкротом. Его конвейеры остановлены, а сотрудники распущены. На возрождение марки нет абсолютно никаких надежд, хотя поиски потенциального инвестора объявлены открытыми. И еще одно пополнение в списке бедствующих автопроизводителей. Заявление о банкротстве подал совет директоров Санг Йонга. Производство машин пока продолжается, но корейская компания, на три четверти принадлежащая индийской махиндре, генерирует убытки 15 кварталов подряд. Пандемия обрушила продажи на 20%, и в итоге Санг Йонг накопил перед банками долгов на 50 миллионов долларов. Не так уж много по меркам индустрии, но покрывать долг нечем. И махиндра помогать своей дочерней фирме отказывается. Если повезет, то проблему решит Южнокорейское министерство торговли. В его власти отложить банкротство, а также поддержать переговоры между должником и кредиторами. Между тем, для полуживой компании продолжаются активные поиски инвестора, который захотел бы целиком или частично выкупить долю махиндры. Но слухи, будто активом заинтересовались китайские Джили и BYD, не подтвердились. Напомним, что из России Санг Йонг сбежал еще два года назад, когда дилеры распродали последние машины. Тогда дистрибьютором бренда была группа Солерс, которая провалила сотрудничество с Фиатом и легковыми Фордами. И теперь делают коммерческие Форды, запускает производство Ауросов и мучительно модернизирует устаревающие УАЗы. А ведь можно было бы помечтать. Скажем, Солерс выкупает пакет махиндры и в Россию переезжает производство современных внедорожников и кроссоверов. Но это только наши фантазии. Теоретически профинансировать покупку Санг Йонга по силам нашему Сберу, недавно утратившему приставку банк. Особенно учитывая тот факт, что компания вдруг решила создать свой собственный беспилотник. За разработку автомобиля без водителя отвечает подразделение Сбер Автотех, которое появилось только весной. Сейчас готова первая серия машин. Притом они уже вовсю колесят по улицам российской столицы. Беспилотники созданы на базе Киа Сид. В эксперименте принимают участие всего несколько машин, которые легко опознать по надстройке на крыше. До конца 2020 года количество прототипов увеличится до 10. Очевидно, что главным соперником Сбера станет Яндекс. Последний занимается беспилотной темой больше 4 лет. Сейчас автопарк Яндекса состоит из 130 автомобилей, которые ездят по дорогам России, США и Израиля. Мы уже потеряли всякие надежды увидеть современный рамный внедорожник от марки УАЗ. Между тем, такая техника вовсе не вымирает. Так индийская Махиндра выпустила новое поколение модели Тар. Да не просто выпустила, а продает по миллиону рублей за штуку. Еще один пример – китайский Уэн Тэнк 300. Это родственник рамного Хавейла H9, только компактнее. Об этой новинке мы вскользь говорили, рассматривая экспонаты автосалона в китайском Чэнду. А сейчас тамошние дилеры уже начали торговать живыми машинами. У Тэнка двухлитровый турбомотор, восьмидиапазонный автомат и честный полный привод. А главное – три блокировки дифференциалов – межосевая плюс межколесная. Обе подвески пружинные, но задняя выполнена по зависимой схеме. В переводе на российские рубли цены на Уэн Тэнк 300 начинаются у двух миллионов. С 2021 года модель планирует поставлять на внешние рынки. Так что нельзя исключать, что однажды она появится и в России. И еще об одном автомобиле, который может и должен появиться на нашем рынке. Это новый Chevrolet Tracker, который традиционно для этой марки зайдет через Узбекистан. Под это дело национальный автопроизводитель Узавтомоторс сейчас берет кредит на 150 миллионов евро. В ближайшие год-два компания хочет наладить не только сборку самих машин, но также производство моторов и других компонентов. Заявленный объем выпуска на уровне аж 200 тысяч экземпляров прозрачно намекает, что новый Chevrolet планируют активно экспортировать. И в первую очередь в соседние Россию, Казахстан и Беларусь. Добавим, что Tracker – годовалый кроссовер, созданный для Китая и Бразилии. У него есть несколько разных моторов и коробок, а привод бывает передним и полным. В Латинской Америке паркетник стоит около 15 тысяч долларов. Российский офис «Джили» похвастался огромным числом предзаказов на свой премиум кроссовер «Тугелла». Из-за этого старт продаж отодвинут на неделю раньше. И это при том, что единственная версия модели предлагается за 2,5 миллиона рублей. Но, видимо, наша публика посчитала такую цену вполне справедливой. Российский офис марки «Хёнде» провел большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Как это сейчас принято, мероприятие состоялось онлайн. И вовсе не ограничилось итогами. Так, глава представительства Алексей Калицев признался, что корейская компания еще 6 ноября приобрела законсервированный завод «Дженерал Моторс». Правда, что там будут выпускать, «Хёнде» решит ближе к июлю. Если говорить про завод «Шушары», действительно, это наша вторая площадка. Мы сейчас прорабатываем возможные сценарии использования этого производственного актива. Мы сейчас анализируем возможности нашего завода, мы анализируем потребности и перспективы рынка второе. И мы также анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что наш проект в «Шушарах» носит долгосрочный характер, поэтому мы сейчас смотрим на горизонт 5-8 лет. Поэтому пока, наверное, преждевременно говорить о каких-то конкретных вообще моделях и более того объемах. Напомним, что производство, где делали машины «Шевроле» и «Опель», рассчитано на выпуск примерно 100 тысяч автомобилей ежегодно. Площадка была открыта в 2007 году и закрыта в 2015, когда «Босс» и «Джиэм» резко решили увезти народные модели из России. Вдобавок «Хёнде» распланировала грядущие новинки. Первым после Нового года приедет рестайлинговый кроссовер «Санта-Фе». А через пару месяцев уже весной дебютирует четвертое поколение «Тусана». К середине года нас ждет главная премьера – новая «Крета». Мы вынуждены проиллюстрировать эту новость индийской версии машины. Однако Алексей Калицев пообещал, что российская версия будет выглядеть иначе. «Крета» действительно – это май-июнь от следующего года, и мы планируем запуск активных годов. Мы готовимся, мы идем в графике, поэтому я абсолютно уверен, что мы запустимся в срок. Наконец, осенью мы увидим загадочную модель под названием «Стария». Это преемник микроавтобуса H1. Таким образом, до конца 2021 года марка полностью перезагрузит линейку своих моделей. И, наконец, собственные итоги. В этом году Hyundai удалось удержать 10-процентную долю на российском рынке. Хотя из-за всеобщего весеннего локдауна и последующего дефицита автомобилей продажи несколько просели. Начало следующего года из российского офиса Hyundai видится позитивным, а вот дальше будет сложнее. Именно поэтому корейцы продолжат развивать новые формы владения автомобилем, а также запустят собственную платформу по продаже поддержанных машин. Если российский офис Hyundai, чтобы подвести итоги года, провел онлайн-конференцию, то КАМАЗ по старинке пригласил журналистов лично. Правда, в очень ограниченном количестве. Поэтому об успехах и неудачах грузового автогиганта мы можем судить по опубликованной стенограмме этой встречи. Первая и главная новость о перспективной легковушке КАМА-1. Напомним, что это городской хэтчбэк размером меньше Матиза. У него чисто электрическая начинка и возможность установки ДВС исключена полностью. Сейчас готов и испытан только единственный образец, а серийные перспективы новинки остались туманными. Между тем, гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин уточнил, в серию модель пойдет не раньше 2023 года. Цитируем по стенограмме. «Потенциальными рынками для электромобилей на сегодня являются лишь два города – Москва и Питер, потом пойдут миллионники. Для маленьких городов в ближайшие 5-7 лет КАМА-1 ценности представлять не будет». Что касается грузовиков, то новейшее поколение большегрузов – КАМАЗ КА-5 – до сих пор не вышло на рынок. В прошлом году завод изготовил только 80 машин, которые долго доводили до кондиции, а в этом бесплатно отдали перевозчикам для тестирования. Полноценное производство модели начнется примерно через полгода. В итоге на конвейере будет стоять техника сразу трех поколений. В 2024 году серия КА-4 отправится на покой. А вот древние грузовики КА-3, похоже, будут жить вечно. Сергей Кагогин высказался так. «Силовые структуры по-прежнему работают на старом модельном ряде. Да и цена этих машин остается ключевым фактором для многих отраслей, особенно для коммунального и сельского хозяйства». С пассажирскими машинами ситуация следующая. 9-метровый одиночный электробус уже спроектирован, а 18-метровый сочлененный автобус собран и проходит испытания. Следующим шагом станет появление батарейной версии этой гармошки. В 2024 году КАМАЗ представит новое поколение бусов, но до этого времени одна из задач – выйти на европейский рынок. Еще одно важное направление – шеринг самосвалов. Услуга оказалась настолько востребованной, что грузовой автогигант даже создал специальную платформу, где помимо грузовиков предлагается краткосрочная аренда кранов, бульдозеров и экскаваторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова